13 июля исполнилось 30 лет со дня гибели нашего земляка, пограничника Владимира Елизарова. 30 лет назад, 13 июля 1993 года, в 4 часа утра группа бандитов хаджихских, маджахедов афганских, в 4 утра, как и в 1941 году, внезапно напали на пограничную заставу 12-я застава Сарегор. Буквально в первую минуту загорели все постройки этой заставы. Ну, как вы знаете, на заставе это комплекс зданий, помещений, которые вспыхнули практически одновременно от этих взрывов. В первую же секунду боя погиб начальник заставы, погиб расчет боевой машины пехоты от 201-го мотострелкового полка, который дислоксируется в Таджикистане. Оставшиеся в живых пограничников приняли бой. Бой продолжался 11 часов. 25 человек пограничников, 22 пограничника и 3 бойца Советской армии, которые были экипажем БМП, остались там лежать, на этой земле. Володя Елизаров, сержант, он, будучи несколько раз раненым, продолжал вести бой. Он прикрывал отход своих товарищей. Он знал, что уйти уже он не может, уползти тоже не может. И, находясь, будучи трижды раненым, из пулемета продолжал вести огонь. Когда кончились патроны, его тоже достигла последняя пуля, после которой он скончался. Но бандиты в отместку за то, что он положил много этих маджахедов, отрезали ему голову. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга указом Президиума Российской Федерации, сержанту Елизарову Владимиру Федоровичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Елизаров был похоронен со всеми воинскими почестями на Аллее Славы Дмитрово-Черкасского кладбища. В апреле 2015 года начался сбор средств на создание монумента Герою-земляку. Немалый вклад в это дело внесли работники вагоностроительного завода, где до службы Владимир Елизаров работал токарем. Открытие памятника состоялось 28 мая 2018 года. Мы три раза в году приезжаем в день рождения, в день смерти и в день пограничных войск на его могилу, к этому памятнику и на улице Елизарова. В Твери имя Владимира Елизарова начертано на мемориале воинам-интернационалистам на берегу Волги. В Заволжском районе есть улица имени Героя-пограничника. В доме на Горбатке, в котором жил Елизаров, открыта мемориальная доска. Рядом с памятником Елизарова установлен пограничный столб. Здесь заложена капсула с землей с места гибели героя Владимира Елизарова. В Тверской области у нас два героя пограничника. Один герой Советского Союза в Станковском районе, лейтенант Морин, в 1941 году совершил свой подвиг. Второй герой Елизаров, уже в мирное время. Но граница всегда находится на боевом посту. Все солдаты всегда находятся на самых ответственных участках. И в любой момент могут встретиться лицом к лицу с врагами. И обязаны, они должны, обязаны защищать свою Родину. С 10 по 14 июля в учебно-методическом центре на базе управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области проходит второй этап всероссийского конкурса «Название лучших по профессии». Представители Центрального федерального округа состязаются в мастерстве по номинациям «Лучший судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов», «Лучший судебный пристав-исполнитель» и «Лучший дознаватель». Цель конкурса – выявить, изучить и распространить положительный опыт, мотивировать сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации к профессиональному развитию и повышению результативности служебной деятельности, повысить престиж службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации. В программе конкурса – тесты и практические задания, физическая и огневая подготовка.